У нас одна женщина. Мест нет. Нет, я понимаю, но ей буквально на одну ночь. Мест нет и не будет. Спасибо. Пожалуйста. Римму Маркову называли королевой эпизода. Резать к чертовой матери! Римма Маркова такая актриса, мне кажется, что какой бы ни был по продолжительности эпизод, он запомнится. Кого бы ни играла Маркова, это была в первую очередь сильная женщина. Все, разговор окончен, иди. Бой баба. Родина мать. Доехали. Какие только эпитеты не придумывали для Марковой. Почему-то все ее так чуть-чуть сторонились, все ее боялись, что она такая железная дама. Ври, ври, ври. Да не забирайся. Актриса и в жизни была такой же сильной и резкой, как в кино. Бандит ты! Бандит! Да, характер такой взрывоопасный. Только в борьбе и в битве жизни творится великая. Римму Маркову еще называли мужчиной в юбке. Она за всех отвечала. Тянула на себе всю семью, дочь и внука. До конца опекала своего знаменитого младшего брата, актера Леонида Маркова. У меня уже много лет. Пора бы уж перестать бояться кого бы то ни было. Римма, конечно, гордилась братом, несомненно. Маркова трижды выходила замуж. И каждый раз уходила первая. Даже брак с испанским бароном и титул баронессы не остановил ее от развода. Она с ним не поехала. Она с ним не осталась. Она сломала ему, как ей казалось, жизнь, потому что она ее обожала, он ее боготворил. Но на самом ли деле актриса была такой железной и сильной? Такие люди, они внешне сильные, а внутри они очень ранимые. Дура ты! Прям ненавижу тебя, убила бы! Ведьма ты совсем стала! Римма Васильевна ушла из жизни 15 января 2015 года. Незадолго до этого она согласилась дать нам интервью. Ну а тогда мы и предположить не могли, что оно станет последним. Мы впервые покажем это интервью на телевидении. Оно изменило наше представление о Римме Марковой, как о сильном, несгибаемом человеке. Оказывается, у нее были свои слабости. И тогда начинаешь страдать и думаешь, лучше бы был муж. Я женщина честная. Чужих мужиков не подманиваю. Первая мысль при виде Риммы Марковой на экране – сейчас она всем задаст. И, как правило, она задавала. Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонитов! Интонация, ее подача, и вот я бы даже сказал, немного эстрадная подача этой фразы «резать не дожидаясь перитонита», она, в общем-то, ввела эту фразу, эту цитату в пантеон крылатых фраз нашего кинематографа. И этот образ вспоминается сразу. На проводе! Там есть четыре слова. Там хирурга, резать, чертовой матери и так далее. Четыре слова. И когда я ей звонил, я звонил трепетом и со страхом, что она может, естественно, отказать мне сняться в этой оралишке, даже не эпизод, а эпизодишка. Но благодаря Марковой этот эпизодишка стал одним из самых ярких в фильме «Покровские ворота». Актриса сыграла его легко, без репетиций, без вживания в роль. Потому что она в жизни была такая, резкая, сильная, ничего не боялась. Чего я еще? Чем ты? Когда мы ехали на интервью к Риме Васильевне, очень волновались. Мы были наслышаны о жестком характере актрисы. К тому же журналистов Маркова ох, как не жаловала. Упокоя меня уже. Я столько вам напозволялась, что уже просто зверей уже, когда вы звоните. Ребята, все, пока. А мы еще, как назло, из-за московских пробок опаздывали почти на час. Я, помню, написала о ней очень большой материал. И она потом позвонила в редакцию, и трубку взял не я, а другие люди. Они прибежали ко мне, иди, твоя Маркова звонит. Когда мы подняли трубку, нас ветром чуть не сдуло от ее голоса. Она правда была такая. Место! Голос! Когда мы, наконец, зашли в квартиру актрисы, нас тоже чуть не сдуло. Что же это такое? Я на крашеной битой час сижу вас жду, будто мне делать нечего. Мы уже думали, что съемка не состоится. Но ворчала Римма Васильевна больше для проформы. Она тут же простила нас и скомандовала. Но давайте, где мне сесть? И мне говорят, красавица, ты просто красавица на телевидении. Я посмотрела, жаба. Сидит жаба, повисло все, все накрашенное. И думаю, ой... Да! А я не замечаю, что у меня повисла кожа. И мне кажется, что все нормально. И вроде как я подкрасилась. И где-то обозначила глаза, потому что они у меня маленькие. И мне кажется, что все нормально. Дома слепая, земки-то протри. Она себе-то там пару платьев шила, которые, кстати, ей очень шли. У нее такой рост был, что она любое платье в длину оденет и королева. Я открываю, она мне дверь, я захожу, говорю, боже, Рима Васильевна, какая вы красивая. Она всегда встречала, значит, делала реснички, губки красила. Я говорю, какая вы красивая. Она говорит, это я два часа до тебя старость смывала. Хорошая товар-то. Ну-ка. О, цехарно, добрый дух будет от наших девок. Джиа Кондо. А кто такая? А? Абисова знает. Мабуть, из бывших. Из бывших? А чего же ее портрет на советский одеколон прилепили? Свою первую главную роль Римма Маркова сыграла в фильме «Бабье царство», когда ей было уже 42 года. Она уже почти свыклась с мыслью, что заявить о себе в кино ей, видимо, не судьба. Но оказалось, что после 40 жизнь действительно только начинается. Фильм «Бабье царство» прославил Маркову и стал, по сути, началом ее карьеры. После этого она снялась еще в 76 картинах. Боже мой. После удачного дебюта Марковой режиссеры будто сговорились. Все видели в ней этакую родину-мать. Женщину сильную и суровую. Авдотья Маркелова в «Журавушке». И чем она его завлекла, а? Страхолюдина, тощая. Мать героини Гундаревой в «Сладкой женщине». И что, свадьбу ей подавай? Бессовестная. Игумене женского монастыря в картине «Гардемарины вперед». Без родительского благословения? Бежать с мужчиной-католиком безстыжая. Пусть она фрагментарна, пусть она небольшая. Но этот образ, который она создавала, он, конечно, запоминается и в общей, так сказать, палитре. Вот этот небольшой пазл, он складывает общую картину, скажем, фильма, в котором она снималась. Но Маркова могла бы быть на экране совсем другой – играть роковых красоток. В юности Маркова запросто кружила голову мужчинам. Да и не только в юности. Вот у меня, как на духу, признаюсь, четыре мужа было, и все жили тут. Правда, по очереди. Сколько? Ты чего смеешься-то? Не верит. Пятый намечается. А что в старости остается? Воспоминания. Вот я и хочу, чтобы было что вспомнить. Мужиков одних, что ли? А что еще остается вспоминать? Мы когда уже здесь жили, ну вот садимся в машину, допустим, мой супруг в нашу машину, он за рулем. Она всегда впереди сядет, сигарета. Я говорю, только окно открываю. Она открывает окно и туда, значит. А я сзади сидела. И вот она. Ну не было случая, чтобы она это стала. Ну слушай, Валерий, сколько можно? Ну когда ты свою зенку бросишь, наконец? Да я устала ждать, сколько же можно я так состарюсь, наконец. Как вы думаете, скоро они из Германии возвращаться будут? Да теперь уже скоро. Ой, дай-то бог. Приустала наша бабья карусель. Что ни говори. А мужик на земле царь. Это точно. Ну и бабонькам нашим надо. Немножко радости. А то совсем можно сердцем зачахнуть. Маркова не кокетничала, не выставляла свои прелести на показ, не строила глазки, как это делают большинство женщин. В ней было нечто большее, что привлекало мужчин. Какой-то скрытый магнетизм. Причем мужчин разного возраста. Даже намного моложе актрисы. Так в последние годы Римма Васильевна подружилась с актером Эвклидом Кюрдзидисом. Они познакомились на кинофестивале. Все актеры как-то кучкой-кучкой. А Римма Васильевна идет одна. Ну я подошел и предложил руку и помощь. Она была с чемоданом. И она мне говорит, не боишься? Я говорю, почту за честь, что бы ни случилось. Она говорит, тогда давай руку. И вот так мы пошли вместе. Потому что почему-то все ее так чуть-чуть сторонились. Все ее боялись, что она такая железная дама. Эй, выведу. Я настолько стал богат, как актер, как человек и как мужчина, находясь рядом с ней. И мне было, знаете, настолько плевать. Знаете, народ циничный вокруг нас, там на кинофестивалях. И многие там типа, о, что это у вас там? А, понятно. И мне было настолько все равно, что думают обо мне или что думают о нас. Ого! Представляешь, каков мужик. Ой, да кошмар. Ну нет, не скажи. Эвклид частенько захаживал к Риме Васильевне. Помог сделать ремонт. Вечерами они сидели за чаем, курили, подолгу разговаривали. Это была большая человеческая дружба. Когда актер праздновал свой юбилей в ресторане, главным украшением банкета стала Маркова. И она вот в этот момент, когда зал встал, она схватила микрофон и сказала, ты знаешь, я поняла, почему я в тебя такая влюбленная. Я говорю, почему, Рима Васильевна? У меня первый мужчина был грек, и он все сделал правильно. Ну и все рухнули. В зал стал хохотать, аплодировать. Первый муж Маркова и правда был красавец-грек, к тому же летчик. Но как в такого не влюбиться? Рима Васильевна всегда ценила видных мужчин. Мордоворотов и так хватает, говорила актриса. Она выскочила замуж в 22 года. Именно выскочила, уточняет Маркова. Пошла в ЗАГС, ни о чем не думала. Например, о том, что нужно будет ездить за мужем по военным гарнизонам. Поэтому, когда через год брака муж поставил условие «или я, или сцена», она этого никак не ожидала. Но сделала выбор быстро. Сцена. Профессию Рима любила больше. К тому же подчиняться не в ее характере. Все, разговор окончен, иди. Второй раз Маркова вышла замуж за музыканта Владимира Никитина. На 85-летие актрисы мы делали о ней документальный фильм. Вот что актриса тогда рассказала нам о своих мужьях. Второй муж по сумасшедшей любви я вышла. Он моложе меня был на 9 лет. Я была влюблена в него. Он был музыкант. Очень талантливый. Очень красивый. Я родила дочь. Тогда, когда вот я, так сказать, мы поженились, он так, оказывается, он был пьющий человек. Он какое-то время держался, пока я родила, все и все. И это была катастрофа. Была, а теперь ох-охо. С каким-то героем в семье я и баба, и мужик. Возможно, актриса и поборолась бы за мужа. Но узнала, что он, кроме всего прочего, ей еще и изменяет. А вот уж этого она стерпеть никак не могла. Маркова тут же выставила мужа за дверь. Никитин приходил, просил прощения, но тщетно. У меня будто заслонка упала, признавалась Римма Васильевна родным. Мне пришлось расстаться, несмотря на то, что безумно любила его. Это было пять лет мы прожили. Они расстались очень тяжело. И вот это все. Когда они расставались, я жила еще у бабушки до школы. Жила как бы с бабушкой, с дедушкой. И когда они расстались, уже как бы меня поставили перед фактом. И он появлялся потом нечасто. Поэтому, в общем, я знаю, что он был очень красивый. Римма Маркова не жалеет, что прогнала мужа. Но очень счастлива, что успела родить дочь. Она у актрисы всегда была на первом месте. Все заслуги мужчин ни черта не стоят по сравнению с тем, что может женщина. Она родить может при помощи мужчин, естественно. Но она родить может. А попробуй, поблюй. Да и не спать. Да потом рожать. Потом кормить. Одевать. Учить. Лечить. Это все женщины. При этом отношения у мамы с дочкой были непростые. Татьяна не скрывает, что спорили и ссорились они почти ежеминутно. К Тёбе, конечно, очень уставали от этого. Но по-другому у нас модель отношений не складывалась. Именно, может быть, потому что мы, как вы сказали, уже похожи по характеру. Но я ее дочь. Как бы характер, наверное, у меня тоже достаточно конфликтный. Она сказала потрясающую одну фразу. В том, чтобы сдержаться, есть своя прелесть. И мне эта фраза, как бы, очень часто вспоминается. Не всегда вовремя. Маркова могла вспыхнуть, как спичка, отсчитать дочь. А на следующий день уже спешила к ней с пирожками мириться. Я не успела сделать с этим самым, с картошечкой. Но я к вечеру, я сделаю. Актриса до последнего дня жила для своей дочери. Подкидывала деньжат. Даже в преклонном возрасте помогала делать ремонт. Пыталась использовать свою известность. Я прошла все буки ада. Все буки ада. Я на Таганке живу. И мне дочь говорит, мама, ты, кажется, почетный житель Таганки. Ты первая стоишь. И я пошла к начальству. И они ничего не делают. Запомнишь ты у меня этот денечек? Узнают. Но ты не прорвешься. А уж для своего внука Феди актриса была готова на все. Только ради него она могла сдержать свой характер. Федя, а почему ты отказался, чтобы я в школе выступала? Я не отказывался. Просто... Здравствуйте. Тебе не очень там будет интересно. Почему? Мне не интересно. Я хотел вас развлечь. А, ну. Ты уже выступала в четвертом классе. А давай сейчас для подкреплений, что у тебя бабушка, артистка. Хотя там все знают, да? Все знают, конечно. Ты должен гордиться бабушкой. Бабушка-артистка. Я гордился. Столько лет. Третий раз Римма Маркова вышла замуж по ее собственному признанию из жалости. Тоже типичная русская черта. Барон Хосе Гонсалес Мария Антонио увидел Римму на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Увидел и пропал. Потомок знатного рода, крупный предприниматель, не был похож на мужчину мечты. Но он не сводил глаз с русской актрисой. Этот был скромный, в очках такой, такой тихенький, да? И он, может, телефончик там и так далее? Я думаю, да, конечно, пожалуйста, вряд ли ты приедешь. Он через неделю приехал. Представляете, что со мной было? Маркова иль стили ухаживания испанского жениха. Но особой любви к Антонио она не испытывала. А вышла замуж за него, потому что все вокруг твердили в один голос. Что ты кочевряжешься? Богатый, положительный. Упустишь, дура. А ведь тебе уже за 40. Да еще с ребенком на руках. И Маркова решила, была не была. Я уважала его чувства, потому что он любил меня так, что падал в обморок. Впрочем, возможно, дело было не только в ухаживании и жалости. При всей своей самодостаточности Риме Марковой, как и любой женщине, хотелось быть при муже. Ни одной. После свадьбы Антонио познакомил жену со своей семьей, а затем стал уговаривать Маркову, чтобы она переехала жить в Испанию. Но для нее это было невозможным. Дело в том, что я должна была родить, и я понимала, что если я рожу, и судя по тому, как я себе разложила этот пасьянс, я понимала, что меня заставят уехать туда, потому что будет ребенок. И я сделала аборт, что не простилась. Многие бы на месте Марковой, наоборот, ухватились бы за такую возможность. Родить ребенка от барона. Титул и наследство обеспечены. Но Маркова всегда поступала честно. «Отсюда и все мои беды», – полушутила актриса. Она не могла поступить иначе. Испанский брак Марковой продержался не более года. Муж вернулся на свою родину один. Хотя они так и не развелись официально. Так что баронессой и законной супругой Хосе Гонсалеса Римма Васильевна оставалась до конца жизни. Охотно демонстрируя печать в паспорте журналистам. Благодаря этому актриса могла бы несметно обогатиться. Но надо было знать Римму Маркову и ее правила жизни. Все шло из детства. Римма Маркова родилась в поселке Чурино Самарской губернии. Про таких говорят отцахи. Римма знает, что такое тяжелая работа на земле. Что такое бедность. Она пережила войну и голод. Потому что такое тяжелое детство, которое она пережила. Как она крошки собирала со стола. Так трогательно. Как-то я спросил, говорю, Дима Васильевна, у вас полный холодильник еды, а вы крошки собираете. Ты не пережил три голода, как я. Сиди, сопляк. Наши папа и мама, они из простых людей. Из крестьян. Просто отец был безумно талантлив. И его кто-то увидел, какой-то режиссер, и пригласил в театр. И с этого все началось. Так крестьянин Василий Демьянович Марков оказался в Саратовском театре. А вскоре вместе с ним на сцену вышли и его дети, Римма и Леня. Причем рослая Римма часто играла мальчиков, а Леня светловолосый и голубоглазый девочек. Говорили, и он талантливый, и я талантливый, и так далее. И брат действительно пошел. Потому что и рост, и голос. Я не знал, что должен отчитываться перед гаражным кооперативом в своей личной жизни. Леонид Марков стал актером первой величины. Сыграл десятки ярких ролей в театре и кино. Но для старшей сестры он всегда оставался тем же белокурым, тихим мальчиком, за которого она взяла ответственность с самого детства. Не было в портфеле, а Римма ходила с деревянным ящиком. И время от времени она влетала на переменки в квазы, учился Леонид и вопила. Кто обижал моего брата? И неслась по ряда, лупя этим чемоданом мальчишек по головам. Ну, как говорил Леонид, после этого мне доставалось еще больше. Римма искренне радовалась успехам брата. А вот ей самой поначалу не везло. Одни эпизоды. Я-то ведь просто оббила пороги. Хотя встречали, боже, какая Русь! А у меня коса еще была, я блондинка. Боже, это Русей не бывает. И все равно никто не брал. И когда я поняла, я категорически на пробах без конца была. Если я назову, какие картины, в какие я не прошла, это же ужас. После успеха фильма «Бабье царство» актрису пригласили в составе делегации в Париж. И там ее позвали сыграть в фильме по пьесе «Гроза Островского». И вдруг этот начальник говорит «И еще Чурикову пригласите, да, Катерина». Ха-ха-ха-ха-ха-ха! И таких насмешек Римма наслышалась немало. Это только с виду она кажется кремень, а в душе всегда переживала. Она очень обидчивая человека. Обидеть ее очень легко. Она незащищенная совершенно. Вот абсолютно наивная, незащищенная. Пришлось наращивать броню, вспоминала актриса. С 26 до 42 лет, годы, когда актрисы играют лучшие свои роли, были потрачены Марковой на обивание порогов. Все это отразилось и на характере актрисы, и на ее внешности. За эти годы яркая девушка с русой косой превратилась в крепкую, в чем-то даже суровую женщину. Но именно это ей помогло. Про Римину крупность такая довольно тоже Леня рассказывает. Мне кажется, это забавно. Римка проплакала всю молодость. Первый раз, когда она плакала, она просила у папы, что он купил ей новые туфли. Когда папа спрашивал, какого размера должны быть туфли, она говорила, 38-го. Я все время говорю, Римма, почему 38-го? У тебя же 39-й. Ну, это очень много говорил Римма. Папа покупал ей 38-й. Она выплакивала себе 38-й, а потом плакала, потому что стирала ноги. Ну, это очень женское. Когда на Мосфильме запустили военную драму «Бабье царство», на главную роль потребовалась этакая сильная русская баба. И Маркова попала в десятку. Хотя поначалу эту роль предполагалось отдать Ноне Мордюковой. Алексей Александрович Салтыков, который обожал Мордюкову, но понимал, что уже нельзя. Один председатель, еще там председатель и так далее. Все кругом колхозное, все кругом мое. Понимаете? И он, очевидно, сказал, группа там, куча девочек, мальчиков, которые, найдите мне, типа Мордюковой. Вот такую лошадяку, коровяку, вот такого типа. И тогда, и он сразу взял меня. В 42 года не начинают карьеру. И поэтому я была уверена, что ничего не получится. И можете себе представить, что я начала сниматься. Поговаривали, что Мордюкова после просмотра фильма увидела в Марковой конкурентку. Но это не помешало им подружиться. Мы с тобой одного конского завода, иронизировала Нона Викторовна. А Римма говорит, Нона, не с конского завода, а с одной конюшни. Да, это правда. Римма ее поправила. Не с завода, а с конюшни. Потому что они были очень вспыльчивые одновременно. Могли ксапаться какое-то время, не разговаривали. А потом Нона первая. И Римма однажды в интервью сказала, она мне первая позвонила. А Нона поняла, что для той важно, что Нона первая. А Нона, она отходчивая. Римка, ты что еще, дуешься? А ты? А я и не дулась. И пошла. Поводом для дружеской ссоры мог стать даже прекрасный отдых. Один раз мы поехали, Бортюкова там достала через, я не знаю, кого-то там, что-то. По две тысячи, по две тысячи. Мы так с ней поскандалили. Рассобачились так, что я... Она говорит, ты же не умеешь отдыхать. Я говорю, чтоб я в восемь часов встала. Да, Боже, сохрани. Мне завтрак этот не нужен, и обед этот не нужен. Я первый раз ем в четыре часа. На, докусывай. Причем, как мужик, я должна... У меня должно быть первое. Обязательно. Борщ, суп, щи, я не знаю, что угодно. Помирились подруги на съемках этого ролика. Дура ты. Муж у тебя дурак, хоть и помер. И Шурин дурак. И каза у тебя, дура. Психопатка чертова. Режиссер Денис Евстигнеев схитрил. Сначала заручился согласием Риммы Марковой, а потом пошел к Мордюковой. Я начал ей объяснять, что это такое. Вот это за полторы минуты, значит, надо сыграть трагедию, комедию, спеть, там это. Она мне говорит, я, говорит, это иногда не успеваю за два часа сделать в фильме. А вы хотите за полторы минуты. В общем, она отказывалась. Где-то час, наверное, я с ней разговаривал. И в конце я ей сказал, и, кстати, вашей партнершей будет Римма Васильевна. Она говорит, а, ну, так сразу бы сказал. Поехал казак на чужебену далеко, на верном коне он своем вороном. Вот эта социальная реклама с Ноной Викторовной, да, она была какая-то необычная. Тогда не было еще социальной рекламы, публика к этому была не готова. Это тоже был очень смелый эксперимент. А для самих актрис это был праздник, ведь они редко появлялись в кадре вместе. В кино Мордюкову и Маркову одновременно не приглашали. Одинаковый типаж. Брали либо одну, либо другую. Исключением стала картина Никиты Михалкова «Родня». Впрочем, Маркова попала туда случайно. Она приехала проведать Мордюкову, а та рассказала Михалкову, что Римма ходит заниматься каратэ. Режиссер тут же придумал для нее роль, где Маркова показала, на что способна. Нет, что-то не так. Римма Васильевна! Иду! Нонна Мордюкова ушла из жизни в июле 2008 года. На похоронах актрисы, когда гроб начали опускать в землю, Маркова достала из сумочки свою фотографию и, шепнув «Прощай, родная», кинула снимок в могилу. Это был четвертый раз, когда, по словам Марковой, она плакала в своей сознательной жизни. Первый раз это было на похоронах отца, второй – на похоронах матери, а третий – когда умер ее младший брат Леонид. Он скончался от рака в 1991 году. Для Маркова это стало самым страшным ударом. Мой брат на два года младше был, хотя он, царство ему небесное, он уже 23 года, как у Мирословатии. Царство ему небесное. И я, мне 9 лет, ему 7 лет. Мы учимся, я заступаюсь. Я получился так, как лидер. Я лидер, и я все время над ним, все время доврела. Я все время, так сказать, он слушался меня. Брата, уход брата, конечно, очень ее подкосил, потому что, несмотря на то, что вроде как она была ему и мамой, и папой, в то же время она очень дорожила им, что он есть у нее, мужчина, свой, родной. Актриса до последнего дня опекала своего Леню. Хотя из белокурого слабого мальчика он давно превратился в настоящего мужчину. Было два человека. Вот одна в детстве играла мальчишку, а другой мальчик. И вот были два человека. Один тонкий, тонкий, нежный, молчаливый, элегантный. И поскольку жизнь – это пазл, то все остальное взяла на себя Римма. Будучи старшей сестрой, Римма Маркова привыкла с детства быть сильной, защищать, опекать. Такой же она оставалась до самой смерти. Не могла уже измениться. Актриса не позволяла себе не только быть, но и казаться слабой. Что бы ни происходило в жизни, она источала уверенность и силу. Но, возможно, это была всего лишь защитная роль. Идеально сыгранная, но все-таки роль. Нам Римма Васильевна призналась. Возможно, она была и не права, что так раскидывалась мужчинами. К концу жизни она устала быть воительницей, брать все на себя, бросаться на амбразуру. Стараясь заботиться обо всех, она забыла о себе. Когда ты получаешь от луп, понимаете, тогда ты начинаешь страдать. И тогда начинаешь страдать, и думаешь, лучше бы был муж, потому что вот я выбрала детей, а мужа к черту. Вот лучше, потому что он любил меня. И все-таки бы помог. Кто поможет? Конечно, такая вот она создавала впечатление такой глыбы какой-то, такой вот скалы какой-то, за которой очень спокойно. Хотя, наверное, она сама по себе, наверное, очень ранима. Такие люди, они внешне, вот они сильные, а внутри они очень ранимые. Но они прикрываются этим, да? И они создают впечатление очень сильных людей. И защищают других, наверное, для того, чтобы уйти от какой-то своей слабости или от каких-то своих проблем. А проблем было достаточно. Особенно в 90-е, когда, как и многим другим актерам, Марковой приходилось выживать. Чтобы как-то прокормить свою семью, она соглашалась на любые предложения. Ну, слушай, там колхоз приглашают. Ты не хочешь поехать? Целая группа собирается из золотой. Конечно, а что там? Она за кур, за яйца выступит в 90-е годы. А Рима тоже дочери, внука. Ой, как она этого внука с рождения любила. Боже мой! Ой, я внуку, я внуку. Она мне говорит, правильно, Римка, правильно. То сама не имела, хоть внук поимеет. Это было начало 2000-х годов. И я что, актер, тем более она была уже в очень глубокой пенсии. И что она могла заработать? Я ей делал выступление в казино. Представляете? Тогда было такое, когда играют, можно было что-то закусить, выпить, а можно было пойти послушать интересного человека. Опять ты о своем? Ну, чистый, Скопидон, скволыжная твоя душа. А ведь Маркова могла легко разбогатеть. Все благодаря печати о браке с испанским бароном Хосе Антонио. Когда он умер, приехали его родственники, Крем Васильевне, чтобы как-то решить вопрос наследства, потому что он ее обожал, он так развод не дал, они до сих пор, ну, они так и не развелись. Она сказала, какое я имею право на его наследство. Можете себе представить, как бы сейчас отреагировали бы современные актрисы? Она не имела права. Она с ним не поехала, она с ним не осталась. Она сломала ему, как ей казалось, жизнь, потому что она ее обожал, он ее боготворил, он без нее не мыслал. Но он не мог сюда приехать. И она не имела права на это. Римма Маркова, как обычно, рассчитывала только на себя. Сниматься в плохих фильмах она, правда, не соглашалась ни за какие деньги. А вот в Яралаше сыграла с удовольствием. А ну, молчай! Шпаргалки убрать! Я вам покажу, как списывать. У меня не забалуешь. Отжимай тряпку-то лучше, студент! Я очень хорошо помню нашу первую встречу на съемках Яралаша. И я в который раз убедился, что чем больше артист, тем он проще в общении, тем он легче общается с начинающими, с людьми из других жанров. А потом случился ночной дозор. Погоди. Приступаем ко второй части. Возьмемся за детеныша. Красная вода, чужая беда. Приходи, тоскав, тоскующий, сухотаскутущий, приносит лесу железо, потирает душу безгрешно. Со всякого патриха, живых, без гречек, ими из белых рук, с быстрых слух, с ясных мечей, с пустой головой. Слов моих не отвратить. Слов моих не оградить. Василь, Рима! Роль ведьмы, которую сыграла Римма Маркова, наделала много шума. Сама Римма Васильевна возмущалась, что не поняла до конца, кого играет. Думала, что играю обычную аферистку, оказалась ведьма, нечистая сила. Маркова тогда обратилась за советом к своему духовному отцу. Она пришла ко мне и говорит, меня обманули. То есть я не знал, что это будет такое. Вот, а в итоге я играл ведьму. Я говорю, ну что ж теперь поделаешь, ты же актриса. В конце концов, если тебя так мучают, что ты сыграла ведьму, да, ну, давай мы сделаем с тобой самый простой вариант. Вот я священник, ты как прихожанка. Мне в этом раскаиваешься, и я тебе прощаю этот грех, если он действительно так вот тебя мучает. Ну вот, собственно, это и было сделано, и она успокоилась. И даже снялась во втором фильме «Дневной дозор». Сломала ты мне жизнь, бабуля. Да ты мне тоже сломал. Я? Да, по твоей милости уже 12 лет жабой в живом уголке тяжу. Эти фильмы принесли Марковой новую волну популярности. За роль в «Ночном дозоре» актрису даже номинировали на премию «Золотой орел» как лучшую актрису второго плана. Режиссеры, которые почти списали ее со счетов в связи с преклонным возрастом, увидели, что актриса в прекрасной форме и физической, и актерской. На Маркову посыпались предложения. Надо бы перед невестой извиниться. Я ей, пожалуй, позвоню. А вот этого делать не надо. Это оскорбит ее еще больше. Она считает тебя мерзавцем? Пусть поживет с этим ощущением. Совершенно мы чувствовали, что мы просто ровесники. Говорили на одном языке, совершенно на равных. Она даже, может быть, как-то немножко, даже какая-то робость в ней проявлялась. Может быть, она думала, что как-то, так сказать, она уже не в тех ритмах живет. И, может быть, что молодое поколение, так сказать, двигается быстрее. Но это было совершенно не так. Мне прислали, я хотел даже сниматься, что она не на лыжах, а старуха на вот этот, как это называется? Сноуборд. А, да. Она съехала и лежит. Это роль такая? Это роль такая. Съехала и лежит. Я говорю, так вы что думаете, я должна съехать? Я отказалась. Поехали. В 2011 году Римма Маркова появилась в непривычном для себя формате. Попробовала свои силы в популярном ситкоме. Сыграла сестру Николая Воронина в сериале «Воронины». Хотя Борису Клюеву пришлось долго уговаривать Маркову поработать в таком жанре. Уступи место там, ведь он расселся там. Ты что ее боишься? Не больной, я ее не бою! Вымой руки, и не ноги, а вымой. И когда мы с ней взяли эту сцену серьезно, очень глубоко, буквально до слез, потому что это всегда чувствуешь, когда вдруг все затихают. В павильоне затихают, потому что, значит, зацепило. Я смотрю, она после этого такая радостная, потому что удалось, удалось, получилось. И я говорю, ну что, золотая моя, видишь, мы все можем сыграть. Если бы, конечно, Римма не умерла, царство небесное, то, конечно, я думаю, что она бы еще работала в нашем сериале. 6.15.1.2 Внимание! Приготовьтесь! Начали! Последней ролью Риммы Васильевны стала Пани Бася в телесериале Первого канала «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Вы не кушайте, Миша. Между прочим, это большая ошибка. Я покушаю, Пани Бася, покушаю вам. Покушайте, потому что скоро будет нечего. Одесский колорит. Роль хозяйки Кабаре. Для актрисы это был настоящий подарок судьбы. Маркова хотела выложиться, вжиться в роль, как это бывало на съемках советского кино. Но ее все время подгоняли. Сейчас, опять же, говоря о современном кинематографе, то быстрее-быстрее, пока продюсеры свет не выключили на площадке, чтобы переработка у осветителя не шла. А Римма Васильевна, какой свет? Подождите, мы сцены не будем. Мы играть сюда пришли или что ли? И она, зная, что это не так просто, пыталась всячески, ну, наверное, от этого и появляется, что ее там и бояться там многие боялись, да? Как твой новый слуховой аппарат-то? Ой, прекрасно! Слышим и удивительно! А что это стоит? Половина шестого. Римма Маркова понимала. Придерживая на свой характер, думай чаще о себе, чем о других. Жилось бы и легче, и сетнее. Вот только так жить актриса не умела. Приспосабливаться, юлить или ходить и выбивать что-то для себя. Да ни за что. От того, от того, что у меня очень маленькая квартира, значит, это картинная галерея. Это все подарено зрителями. Потом, естественно, библиотека. Ну, в общем, как бы кабинет. И дальше, дальше идет кухня. Вот такая, слава богу, она хоть большая, хоть можно что-то поставить. и гостиная, приемная, кабинет и спальня. Пожалуйста, заходите. Что-то у меня только подозрение, что многие зрители квартиры народной артистки вашего уровня представляли другой. Причем все это представляют. Это ее отношение к простым людям, простому человеку, вахтеру, я не знаю, дворнику. Она спускалась и давала еды. Она кормила своего соседа, потому что у него никого не было. Может быть, он этажом был, ниже или на этаже, я сейчас не помню. Он мужчина, у него нет женщины. Жена ушла, или я не знаю, что там какая-то. Ну, в общем, он один. И она ему носила еду, кормила. Все, с кем мы общались во время съемок этого фильма, вспоминали блюда от Марковой. Фунчоза, пирожки с горохом, дагестанские пельмени и курзе. Даже нас, проклятых журналюк, Римма Васильевна усадила за стол и угостила изумительными пирожками с шампиньонами. А сама, как обычно, закурила. Актриса курила всю жизнь, хотя и понимала, что это вредит здоровью. Но на него актриса обращала внимание в последнюю очередь. У нее был сахарный диабет, чтобы вы знали. Она не проверяла ничего и не пила ничего. Никаких лекарств. У нее был аппарат, но при этом на коньячок. У нее всегда конфеты на столе. Я восхищался. Я знал, что все диабетики строго, сахарные заболевания. Это нельзя. Сейчас. Она не проверяла ни кровь свою, ничего. Мальчик мой, давай выпьем коньячку и сигарету. И дальше за жизнь. Во время записи этого последнего интервью актрисы мы, конечно, заметили, что Марковой тяжеловато говорить. Но думали, это просто возраст. Как вдруг Римма Васильевна открыто заговорила о перенесенной операции. Оказалось, у нее обнаружили рак. Причем актриса побеждала его дважды. Я пришла, он говорит, а так, как знакомая, да? Он говорит, а ты проверяла санкинеколог? Как? Как? Ты понял? Я говорю, да зачем? Когда я уже 30 лет на пенсии. 30 лет. И как схватили, на машине, и в онкологический, и вырезали все. И сейчас опять я попала, чтобы я разрезали. Но даже после такого актриса не следовала советам врачей, не соблюдала диеты и остальной ЗОЖ. Я ем все, что я хочу. Никакой диеты не соблюдаю. И, наверное, из-за этого я живу, потому что все у меня умерли. Все. Все, даже друзья, даже подруги. все умерли. А я живу. Вот, наверное, Богу так угодно. Актриса до последнего участвовала в различных мероприятиях. Выступала перед зрителями. Мы сами убедились в этом, когда во время интервью в квартире Марковой раздался телефонный звонок. Дайте мне трубку. Римма Васильевна должна была ехать навстречу, а ей никак не делали пропуск на машину. Голос актрисы загремел так, будто и не было никаких болезней и возраста. Потому что стоят молодые парни, которые никого не пропускают. Старики меня знают, а молодые-то не знают. Ну и все. Все, Сережа, ладно, все. Потому что я занята сейчас. Хорошо, пока. Я в 9 часов я буду готова. Да, пока. Это пропуск нужно. Проще не сделать, чем сделать. Я стоять не могу. Там 15 человек будет выступать. Вот такая вот сценка. Представляете? И стоять. Я говорю, я не могу стоять. Я в корсете. Меня разрезали вот так. И вот так, вот и так. Я в корсете. Понимаете, я сидеть могу, пройти могу, но больше ничего. Пропуск на машину. Я ему позвонил. Я говорю, да, ну, в общем, наплевать. Ну и замолчи тогда, не болтай, что попало. Римма Маркова ушла из жизни на 90-м году жизни. Яркая, неповторимая актриса, открытый, честный человек, настоящая женщина, которая не берегла себя ради других. Она жила наотмашь, честно и ярко. И, вопреки всем законам медицины, получила долгую, насыщенную жизнь. А мне жить интересно. Жаль, только время быстро бежит. Ведь вот, кажется, недавно школу кончала. Длиннее всех мальчишек была. Так я приду из школы домой, запрусь в комнате и все вальсы танцую. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-пам-пам-пам. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-пам-пам-пам. Помните, Надежда Степанова в большом вальсе. Ля-ля-ля-ля-ly-ля-ли-пам-па Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-пам-пам-пам-пам. Ахер! Ахер! Субтитры подогнал «Симон»